не забывайте лайк не забывайте блин поставить пожалуйста лайк написать комментарии заберут ко мне в instagram тяните в instagram и кстати если вы не лайкайте не комментируйте да youtube сейчас делает такое во первых он убирает в мои видео из вашей ленты если вы там пару не посмотрели а во вторых доходит даже до того что он снимает подписки если вы давно не заходили ко мне на канал то может быть вас уже отписали от моего канала осталось сделать только одно пустить руль пониже как замечательно удобно как-то мне все равно это до конца как-то далеко как будто непривычно еще я вот сейчас вспоминала как я несколько лет назад тоже где-то здесь разъезжала и говорила что вот прошлая машина уже старая надо покупать новую та-та-та и долго потом думала какую же машину в конце ну и вот мучения завершились наконец-то я даже не верю что мы выбрали конце получили то что мы хотели я кто следил за я знаю что спереди бордюр кто следил за моими страданиями при покупке машины это шкод шкода кодиак если кому то интересно то мы долго не могли найти подходящие модели нашего цвета и чтобы все было нормально потом просто это оставили сказали подождем месяц подождем месяц и зашла новая модель а знаете что я забыла сделать я поняла почему не не удобно я давно не сидела все лето не сидела за рулем руль вытащить на себя и поэтому немножечко забыла про свои как это называется установки машина и потом пока мы ждали этот месяц зашла новая модель и в стандарт новой модели пошла открытая крыша поэтому я иногда говорю если что-то не идет от слова никак совершенно надо просто это оставить и не значит это еще не время надо оставить и подождать посмотреть что будет дальше ты не только машина касается вот многих вещей касается вот а у нас было тогда ограниченное время когда сколько мы могли ждать потому что мы должны были отдать ту машину и сделать как бы трейдинг и разница между тем чтобы ее забрали по прескуранту в трейдинг и между тем что ее за что ее можно было продать на частном рынке это 20 шекелей поэтому это не маленькая сумма потому что я не знаю как-то то ли рыбка найти учетом денька я не особо интересуюсь рынком машин потому что поддержанных потому что когда я покупаю машину я обязательно беру обязательства трейдинг той компании которую я покупаю и потом они у меня просто пропали по прескуранту берут назад конечно прескурант иногда до падает но у нас существует такая фигня как цена которая написана там и цена реальная за которую ты можешь ее продать потому что обычно берут просто на 20 процентов ниже чем это чем оценены глобально эти машины то сейчас на них очень их много и очень тяжело плохой рынок на них или просто никто ими не интересуется вот такая вот ерунда сейчас я еду в икею я кстати даже не поздоровалась дамы и господа всем привет добро пожаловать на канал ксения тель-авив стиль жизни мы сейчас в решении грешен лицон мараф 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 это что восток запад восток никак не могу это правильно перевести не потому что я не знаю перевода этого слова потому что я точно не знаю с каким русским словом она вы понимаете я по-русски не очень разбираюсь в этих словах нет восток это восток это мизра хамарак это что короче кто знает как правильно это по-русски переведите и и это такое место с очень странное место я вам скажу в тель-авиве ты можешь ехать на любой машине любого размера идти в любой одежде тебе будут носиться одинаково здесь же здесь главное что-то ехал на большой машине неважно это мерседес или какой нибудь юнда или к ним там не знаю что нибудь в этом роде муки или что-то главное чтобы на большой тогда тебя будут уважать это реально блин так мне сначала казалось что это миф нет это так когда я пересела на большую машину я это заметила идиотизм полный но так люди здесь живут их выбор так вот я сейчас еду между работой и работой в икею хочу там посмотреть во первых мне надо присмотреть себе какой-то небольшой я даже не знаю как это называется типа витрина чтобы поставить туда свой хрусталь чайный сервиз вообще что поставить туда если честно чашки из старбакс которые я собираю я хочу это где-то на кухне поставить чтобы я просто могла их брать как бы они у меня сейчас стоят в моей комнате и это далеко от того места где я наливаю себе чай это очень далеко это неудобно поэтому я хочу что-то такое чтобы я могла я должен стеллаж или что-то или застекленный еще не решила присмотреть себе что такое подумать как как я это могу использовать просто поставить все чашки туда потому что меня их стало много и скоро я еду очень большую поездку и станет их еще больше я даже не знаю как я это все двигаю вот и надо как-то это уже организовать и плюс ко всему я еще хочу там посмотреть для поездок у них есть очень хорошие органайзеры типа носки колодки и трусы и все что тебе надо разложить по разным сумочкам потому что мы планируем большую поездку у нас там около 11 гостиниц два-три дня в каждой точке и чтобы это было просто все очень удобно да здесь одни вещи другие здесь майки здесь это просто все что тебе нужно открыл взял и закрыла весь бардак потому что когда я еду в одно место на какое-то количество времени я просто приезжаю распаковываю раскладываю в шкаф и использую также как дома но здесь не будет никакой возможности распаковывать и раскладывать по шкафам надо как-то это обдумать это все сделать чтобы это было удобно в икеа вот последнее время у них появилось очень много хороших таких вот решений для путешествий я у них как-то покупала огромный рюкзак нам очень удобно тоже для поезда потому что знаете такой рюкзак который ты можешь сложить меньше сделать взять с собой самолет можешь нафигачить намного больше просто сдать его в багаж я пока же готова сдать все я все покою так кроме своей непосредственно сумки я все остальное покою не покою а готова сдать я всегда сдаем я не люблю вот с этими маленькими сумками чемоданами мучиться в самолете мы кстати в этот раз в нерве часто там самые необходимые вещи та-та-та-та-та-та вы знаете мы в этот раз пропустили время залета потому что люди не могли распихать свои вот эти вещи до повод отделением над сидениями это было просто нечто и причем пилот уже сказала ребята если вы сейчас не рассядь а люди стоят ой а что ты стоишь проходе а я жду пока вот та заложит сумку тогда я смогу заложить свою сумку туда эти вот дурацкие чемоданы на 8 килограмм которые люди тащат с собой салон самолетом и мы пропустили он так сказать вы сейчас не рассядетесь мы пропустим время взлета и потом будем долго ждать очередь мы так и ждали мы пропустили время взлета потом долго ждали очередь чтобы взлететь просто потому что люди не могли вовремя рассесться поэтому я никогда не являюсь тем человеком который стоит там и пытается куда-то свой чемодан запихнуть мне главное чтобы я комфортно села и не мучилась не таскала эти лишние веса туда-сюда хотя муж таскать не я все равно вот это таскание по самолету с чемоданами ни одна вещь которая у меня есть она того не стоит для дискомфорт испытал я когда написала где-то что я вообще не очень люблю вот это вот ради удовольствия мучиться страдать и куда-то переться корячиться потому что в жизни это и так есть всякие ситуации когда неприятные надо пострадать когда ты едешь отдыхать это все минимизировать чтобы не страдать потому что реально это за это зависит от тебя зачем когда и так что-то случится что придется корячиться поэтому нет нет и нет и кстати доходят без проблем все мои чашки ничего никогда не билось все нормально а если разобьется то это плата за комфорт сейчас первым делом пойду поем хотел сказать еду я с собой не взяла я вообще никогда почти с собой еду не беру я лучше где-то могу подъехать и поесть потому что у нас очень жарко и я не знаю когда мне захочется съесть эту еду а есть потому что она сейчас испортится давайте я это съем несмотря на то что я не хочу еще есть я не люблю себя опять же мучить я зачем насилие над собой совершать я кстати лет легче переношу голод чем еду в то время когда я не хочу есть вот это для меня самое страшное пытаться поесть тогда когда нет желания просто потому что сейчас есть возможности надо и надо бы это съесть а потом не будет вас нет я лучше потерплю потом когда захочусь так тоже нехорошо но из двух зал если уж выбирать то я вот так все заезжаю на стоянку там уже увидимся внутри кстати на мне новые очки этот ребека я купила в супер фарме за 100 шекелей и они ведь они меня не на щеки не ложатся ни ресницы в них не упираются это просто неприлично удобно удивление такой вот модель никогда не могла мне у меня есть одна я хотела еще и сколько я их не смотрела не меряло это всегда сплошные проблемы или ресницы в них упираются или они слишком низко ложатся на щеки и нельзя вот этими лапками как-то подогнать найти эти подушечки которые туда встанут у меня кстати в икее и вообще на многих стоянках есть места где я паркуюсь то есть части где я парку потому что если я припаркуюсь не там и забуду сфотографировать это будет долгий поиск я себя ограничиваю хотя бы вот в этой части стоянки я паркуюсь обычно и там уже машину еще напишите мне если вы тоже на машине как вы паркуетесь где-то в определенном месте или где есть место уже потому что я всегда вот у меня есть райончик где я паркуюсь здесь нет стоянки тоже конечно конец третья бутылка полулитра воды за сегодня и все машину выключаем это поставили пошлите в киеве пошлите здорово я сказал сейчас как с пошлем с пошлем посмотрите какая красотка разве нет он неплохо я хотела черную черный небо это максимально близко к черному а вон и вход кстати знаете что я взяла с собой жакет но не взяла его с собой сейчас он у меня в машине остался вот думаю я не погорячилась не придется лететь назад потому что часто здесь людей немного кондиционера как будто на целую целый батальон людей включено вроде пока ничего посмотрим как будет максимум придется делать все оперативно я обожаю у них вот этот вот пирог как это называется кекс наверно бисквит он без глютена и он на крахмале и такие есть только здесь у меня здесь эспрессо ну вот пошло как сделать американу возьмите эспрессо и дарите горячей воды будет вам счастье я здесь всегда так делаю потому что здесь зона как бы вот это она кошерная мясная как бы кошерная а вон там молочная поэтому здесь капучино конечно нет поэтому возьмите эспрессо удаляйте воды что-то эспрессо там пол чашки теперь а я сделала два ну ничего сейчас половину саду этот жадность от жадности дорвалась до бесплатного называется дорвалась до бесплатно где горячая вода у них теперь и горячая вода десятами что нету нигде сейчас пойду искать что так близко то все там у них только этот бар с водой и оттуда воду не люблю поэтому пусть будет так раньше у них была такая штука большая как ну как это называется титан типа знаете которым вода охлаждает согревается а теперь остался только вот этот вот лед машина со льдом не надо лед пенда горячей воды ладно при этом не сделали пакеты раньше у нас было только вот эти вот были вот эти два с маленькими средним там чуть побольше чуть чуть побольше сейчас сделали вообще огромные так что это надо же просто взять 25 шекелей сколько у нас здесь штук не знаю сколько штук но мне кажется 6 литров это сильно организация салфеток для с до сих пор для меня актуально но вот это вот представляете у меня дома потолочный вентилятор надеюсь я правильно произнесла знаете какое количество времени уйдет чтобы он раскидался салфетки по по всей квартире вселенная вселенная никто меня не любит и никто не хочет мне сделать коробку для салфеток еще салфеточки даже продают смотрите какие они четкие ребята ладно идемте дальше здесь должны быть хорошие ножницы у меня подруга тиснула одни мои ножницы теперь надо купить их опять нет это какие-то прямо знаете зверские 3 чекели стоит ну прям какие-то уже слишком огромные мои были другие значит ножниц я когда-то покупала они больше не сделают вы как здесь завоняла утками гусями перьями короче просто зашел в отдел подушек и тебе как будто эти взяли гуся за ноги потряслили прям под нос поднесли продолжает пахнуть гусями ребята реально да реально до 25 шекелей на самом деле как бы 25 шекелей вот это ну да уже мне все надо что-то какую-то организацию для организации до фсб организацию зубных щеток что-то придумать представляете так сказал фсб раз и монетизацию потом с видео сняли когда надо говорить масса от что тоже не так вы скажете кто-то в ванной расставляет такую фигню вот такой поставил там палочки для ушей и рядом кактус не знаю ли я такой минималист или остальные захламляют свои дома этом кактус так бы всю пыль успевать вытирать кактусы знаете теперь я знаю как выглядит лов который берет баночки по 25 шекелей 2 это я потому что они мне очень подходит теперь надо найти желтую сумку идемте искать 25 шекелей за кусочек пластика то ли дело 4000 за кусок канваса вот это вложение денег тут 25 шекелей прям возмущение вызывает короче я взяла вот такой вот она стоит 20 на 29 шекелей я надеюсь что она подойдет мне нет так придется поменять по крайней мере по размеру это тоже ничего это тоже ничего интересно она у нас размером 40 на 25 на 47 максимальный вес 10 килограмм можно нафигачить короче там не подошла потому что там какое-то странное окошко для проветривания надо проверить что в это нет этого окошка потому что весь смысл для меня покупки таких сумок это отправлять дополнительно если я где-то путешествую и покупаю больше чем влезает мой чемодан я такую сумочку на одно чемодан накладываю кидаю и там просто потом ее открываем 8 килограмм наполняю и посылаются багаж тут сумки пожалуйста у меня это меньше что у них здесь что у них здесь происходит что за гребаный нафиг у них здесь какой-то перекладка перестройка помимо куда коллапс короче ладно буду искать то что мне нужно здесь какой-то что-то для ванной что-то на 1 сейчас буду разбираться вот такой вот рюкзак у нас есть он такой супер вот он как бы соответственно вот ниже отделение и по бокам еще у него есть такие 10 молния чтобы компьютер положить и другой стороны такая же молния которая чтобы вам отсюда не лезть в сумку что она у вас вот здесь открыли все что надо посмотрели короче что-то я не вижу здесь ничего больше из того что мне нужно и это не то печально вот эти у меня есть но я не могу сказать что было удобно мне что-то упаковывать какая-то баночки скляночки я не знаю у меня всегда эти баночки все что дорогие что дешевые протекают просто насколько они занялись хотя 25 шейки поэтому я предпочитаю брать фабричную упаковку ну миниатюрки просто вернусь еще что ли там сумки посмотреть может что-то найду это вот такая представляете для ванных принадлежности вот такая штука у меня в этот раз и сумочки не из косметички там где парфюмы всякая из сумочки для ванных принадлежностей разлился разлился как-то называется освежитель воздуха ну вот этот мой который для текстиль и ароматизатор это было наверно 50 миллилитров он разлился усрал всю сумку но не вылился за ее пределы потому что она когда это было в отделе который изолирован от протекания жидкостей по этой причине еще никуда не разлилось и не разошлось по всему чемодана вот есть такой из войлока видите вот здесь какой-то окошко это меня смущает как я отправлю багаж с окошком вот эту наверно еще возьму тоже подходит вот поэтому всегда берите с собой что-то такое что изолировано в плане когда вы кладете парфюм и все остальные вещи которые могут даже знаете шампунь ничего страшного а вот парфюм если разобьется и течет вам на весь чемодан во-первых он своей спиртягой и сфигачить все вещи там обувь еще что-то может там до краска послезать во-вторых сама вонь вывозь ненавидите духи в тот момент когда они у вас разольются в чемодане не эти а вообще любые поэтому я к этому очень строго подхожу никаких сумочек из войлока для ванных принадлежностей для поездок даже без самолета этого в машине растрясется и все вам ульет я вот что-то не могу понять по батарейки вам рассказывал что у них их воровали их перестали про вот эти power банки могу них найти среди шаров происходит до 7 нашла плетать денек я ищу сейчас беспроводную зарядку не должна быть на что-то у нас ее у них у нас ее них так ладно пойду искать кстати если я сегодня особо нудно и скучно и вы не обращайте внимание потому что я еще не разговорилась я давно в логине снимал и как-то но так медленно идет но ничего я разговаривать потихонечку как-то когда 5 свои действия с мыслями с мыслями синхронизировать вообще вернуться разговаривать на русском языке потому что заплитык языкаются очень все стало тяжело поношенный ковер смотрите какой красивый потертый обалдеть ну короче я иду на выход ничего из того что нужно не нашла нашла другое но ладно то что есть а как вам здесь собачий кошачий отдел это на туалет для кота я не фамильярно с котами не знаю что сказать наверно и здесь пожалуйста тоже такая комнатка что как организовать показано ну и какой сладкий какой сладкий мелкий пёс увидела сейчас здесь семена лишь это луковицы вспомнила я привезла нечто из германии нечто посадила это нечто начало расти это нечто стало очень похожим на крапиву она растет и растет и растет я боюсь его пощупать чтобы как-то определить что это пришла мама я говорю мама по моему это крапива мама посмотрела да похоже но я потрогаю я смелая мама пощупала она как развонялась оказалось это мелиса просто другого вида как она как она стала пахнуть вот этим вот своим знаете этим меда лимоном вау и агро ты оказывается не ошиблась то уж я там в каком-то супер этом это раз команда ездили мы там шли покупать но все мы прием когда в город перед соревнованиями всем идем покупаем там для всех то есть берем всю команду и совсем идем покупать там кому-то нужно вода и да там это чтобы было у всех комнате я вот в этой вот за парке смотри что-то лежишь это мне показала знакомая надпись хватанула посадила потому что это было упаковочка то выбросил все-таки глаз-то наметан не ошиблась то было милиса милиса каждый раз приходит домой быть мама где наше дерево милиса я хочу с ним поздороваться его полить я говорю пожалуйста я кстати не пошла в отдел где полки что-то мне не охота я подумал что даже если я присмотрю я здесь одна я это сама не попру а посмотреть и не купить это как-то как-то на еду как будто посмотрела не поел чем не смотреть также можно в каталоге посмотреть пойдемте глянуть о моционе еще даже не нашла зеркало чтобы показать вам наряд дня который состоит из простой рубашки широких штанов и маркинсов в общем то нечего рассматривать я хочу такую кровать вот такую но не метр сорок а больше я обожаю такие кровати мне моя уже надоело я хочу вот такую у меня такого же типа тоже железная кованая но она в таком хорошем состоянии как-то шилу на мыло менять тоже смотрите столик приехал такой как у меня вот зеркало а вот она пожалуйста ну вот и все что сюда пришла как вы думаете какой шанс у них подать бутылки без крышки за 20 шекелей я думаю шанс равен нулю ладно что-то сегодня здесь один хлам идемте на кассу короче говоря две такие пакеты сумка вот это вот эта штука для еды очень удобно потому что у нас будет очень большое количество переездов между городами машине чтобы можно было просто там вся еда шоколадки фигня всякая которая есть закинуться в одну сумочку чтобы она не болталась по целлофановым пакетом и вот эта сумка которая тоже этому будет очень хорошо для того чтобы ее в багаж отправлять в общем успешно и так дамы и господа я уже в машине пытаюсь пристегнуться у меня еще одна остановка милиса мне заказала милкшейк шоколадный из макдональдса таким сейчас так я сейчас поеду макдональдс купить и милкшейк у меня сегодня серьги от дори смотрите какие красивые обожаю здесь магендавид а здесь такой же как и магендавид который не видно как бы вам вот так чтобы было видно здесь с гранатом и здесь с гранатом хотя я небольшой любитель комплектов небольшой и очки классных можно носить просто до посинения до потемнения потому что у меня чувствительность к свету я хожу много в очках а эти видите такой градиент что и глаза видно не сдаётся снобский вид как будто дистанция поэтому я в темных очках нет у меня очень чувствительные к свету глаза а у нас так светло что просто как серпом по яйцам ладно поехали я заодно телефон на зарядку знаете что меня удивило насчет этой сумки что я просто очень часто и и нашу вот так я вам когда покупал когда купила рассказывала что для меня без ручки через плечо на плечо так вот для меня было нереально вообще покупка такой сумки я смотрю с ней очень часто нашу и просто вот так это что какая-то магия луи виттона со мной случилось или магия классической сумки которая в моде уже когда ее сделали в тридцатых годах или когда то тогда я даже короче который в моде дофига и я почему-то прям вот так хожу сама удивляюсь я так хотела посмотреть на шапито который у нас здесь поставили хотя бы смотри что это за цирк что припарковалась очень далеко от храма место что мне нужно но если пито не увидела потому что здесь второй этаж торгового центра и уже думаю ладно пройдусь прогуляться никогда не повредит ноги размять ну что мягший заказа на них смотрите что здесь есть затем покажу теперь есть просто разные выбор чтобы люди голову не морочили шоколадный клубничный ванильный шоколадно-ванильный шоколадно-клубничный ванильно-клубничный вот так серьезные ребят милджей взят что это она там со столбом что-то как-то как-то называется это не 6 что-то как-то это шестом просто хит последних времен прямо все на 6 и все равно я танцы на 6 уж извините не отношу к спорту зеленька на гармошке играет детские песенки зачем сидеть и играть на гармошке детские песенки надеяться что тебе за это деньги на дот да я заплачу только чтобы не слышать эти песенки детские дамы и господа вот непосредственно шапито я не знаю видно вам или нет постараюсь сделать так чтобы было видно когда я буду ехать надо разобраться что там за цирк может быть стоит сходить это вообще промзона для тех кто не знаком с этим районам или вообще не из израилем здесь что-то все строят строят крем-то дикими темпами совершенно здесь соответственно цирк поставили вообще даже не ожидала что здесь будет место для цирка ну блин подойдите мне уехать для вас так и будет всех переть внимание шапито вот так все проехали а тут справа соответственно их там что-то такое аква интересно надо будет надо погуглить и разобраться что за аква может там что-то интересное я вообще цирк не люблю мелиса все просила просила сводить ее в цирк папа ее сводил в цирк она так посидела на половине представления и я все поняла я поняла что это пошли я поняла что это да теперь все ясно же дети садика говорили цирку мы были ей тоже надо посмотреть все ясно давай пойдем там игровые автоматы там что-то можно пойдет идем туда вот так и завершился поход в цирк я кстати вспоминаю свои походы в цирк в детстве и мне всегда было странно зачем там мучают животных зачем вообще вот это знаете ставили эту огромную железную клетку вокруг всего выгонять этих несчастных тигров я никогда не могла понять в чем прикол и зачем вообще каких-то опасных животных вытаскивать на арену и закрывать вот это все и ты сидишь такой думаешь весь прикол аттракционно заключается в том попадут эти звери из клетки на территорию цирка и съедят кого-то или съедят там кого-то из своих дрессировщиков или все закончится нормально вот мне всегда был такой вопрос думаю смысл представления замучить тигра до такой степени что он кого-то съел или посмотреть насколько крепкая эта клетка вот я в детстве так всегда сидишь думал а в чем прикол не это было странно все дамы и господа на этом не знаю насколько это было весело или не весело сегодняшнего кнопка говорится надо с чего-то начать когда долго ничего не снимал нас чего-то начинать как-то раскочегариваться потому что очень люблю такие видео снимать пишите что вы думаете по поводу всяких тем которые я поднимала буду очень рада почитать и да кстати будет влог топор конечно меня вы спросили конечно же будет как же без него я как раз это будет не просто потому что я как раз буду в большой этой поездке по европе и я думаю наверное я начну снимать чуть раньше когда только уеду и потому что нет снимать то нет проблемы проблема в том чтобы потом где-то это выложить потому что я поеду не только по крупным городам где как бы хорошие есть гостиницы где ты можешь иметь качественный вайфай я поеду и по маленьким городам где может быть просто какие-то такие семейные отели может быть там нет вайфай поэтому хотя я семейный отель не брон все равно ты не можешь знать что тебя ожидает я иногда в берлине заказываю гостиницу поверьте мне я не знаю что меня ожидает иногда вот поэтому я думаю что я начну снимать чуть и раньше как только уеду и потом соответственно у меня будет немножечко времени чтобы к это фора да на случай отсутствия интернета чтобы я могла как-то до выкладывать потому что если рассчитывать на то что каждый день у меня у меня даже не каждый день вообще будет какая-то стационарная точка где смогу телефон или компьютер оставить на несколько часов чтобы это выгрузилось потому что у меня будут дни как бы я утром буду езжать и да там с несколькими остановками будет переезд и там допустим куда ехать это замок до 3 часа езды замок какие-то там мероприятие потом еще три часа езды до следующего города поэтому не всегда даже будет возможность каждый иметь интернет что-то меня перекосилась вот поэтому будет очень-очень челленджи будет очень как-то интересно и я никак не могу это перевести на русский язык так как это сказать мят гер я не знаю напишите мне у меня с этим словом число я уже поняла окей эдгар это вызов а как это сказать в плане глагола действиях это вызывательно мят герка как это как бы сложность сложно все я приехала на стоянку на работу сейчас последняя тренировочка милиссу наверно тренировалась домой в телябе в телябе все дамы и господи я вторую бордюр спасибо большое за внимание мы увидимся в следующих видео не забывайте лайк не забывайте блин поставить пожалуйста лайк написать комментарии заглянуть ко мне в инстаграм тяните в instagram и кстати если вы не лайкайте не комментируйте да youtube сейчас делает такое во-первых он убирает в мои видео из вашей ленты если вы там пару не посмотрели а во вторых доходит даже до того что он снимает подписки если вы давно не заходили ко мне на канал то может быть вас уже отписали от моего канала у меня так происходило тоже с моими любимыми блогерами просто потому что банально если я работаю или там это 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 где-то путешествие но я не смотрю блогеров и кого-то не смотрю чуть больше чем другого и я потом скажу опа а человек то пропал короче я не знаю чем они там думают спасибо за внимание и увидимся в следующих видео